Я уже о чем говорить буду, я уже на молитве стоял, и на молитве мне мысль пришла. Девочке совершенно не подойдутся изменения. Она уже не один год у нас, года три. Обстановка у нее критическая. И она вот такая есть. Маленькая защития, делали пояс крепкий, сзади веревочка и привязывали мы. А люди, ой, привязана, а ее нельзя на подворота, как собачка вылазит уже под машину. Ничего нельзя сделать. Так, зайди, Володя, закрой, что-то там не слышно было. А у меня такое. Ее надо где-то трогнуть. Надо, чтобы ей понравилось, а тут ты займешься. А с тебя толку-то никакого нет. Ты даже не дослушаешь, не знаешь, ни плана никакого. Придешь бы ко мне, а завтра дела нету. И все, а девчонка хохочет. А план у меня такой. Завтра мы все сделаем, мы уже готовимся, а ты с ней работай, рассказывай. Тебя зависит, как здесь хорошо. Здесь ты не матов слышишь, не слышишь домашних, кто другое. Ты, когда тебя будут выгонять, ты за меня уцепись. Но тебя все равно посадят в машину. Если Бог даст слезы, плачьте, тебя посадят в машину. А я тогда выйду и буду говорить. Оставьте ее. Может кто-то мне поможет искать-то. И штрунуть ее надо. С места. А потом я ее выпущу. Я ее брать не думаю, даже у меня мыслей этого нет. А она-то не понимает ничего, слепая. Бабка. А свое я, она все застилает мне это. А я обдумал, как лучше сделать. Так довести до такого, чтобы она поняла. Игра кончилась. Она выезжает домой. И дальше у нее просвета никакого нету. И дальше будет то, что было с другими детьми. Вот и все. Поняла? Давно поняла. Если я не скажу, Сима, ничего не знаю. А если я сказал, я без себя это знаю. У меня вопрос опять по поводу этой девочки. Так, поняла? Вы говорите. Вопрос, вопрос. Если она у вас уже три года, вы сказали, да? Меня очень удивило сегодня, когда я ее повела к помазанию. Она вот так вот. У нее руки тряслись. Я ее за плечи держу. Она упирается на меня. Я ее... Вот. И она трясется. Смотри, это новый человек. И она трясется. И я не смогла подвести ее. И она уже на тебя смотрит, как на врага. Вот что такое. Она не смогла подвести ее. И она не поцеловала. Не приняла. Мир помазания. Что это такое? Ликерия. Ликерия. Так, вот что я скажу. Она спала. И сонная. Она идет сонная не может. Я ее посадила. А я же ее... И не надо было ее брать. Вот и все. Не надо пока до времени. Пока она в себя... Она глазки открыла. Друзья, крест не будешь ждать. Как лист ума на людей подходит и уходит. Кого ждать-то? Игнатий, она успокоилась? Я ее подвела. Она не успокоилась никогда. Она спокойно вообще не бывает никогда. Бывает. Видишь, как она тебя проверила. Все. Нет, у меня просто появилось мнение, что она... У вас она яблоко раздора. Так, тихо. Яблоко раздора у вас она. Она доведет бабушку. Да. Уже все чуть-чуть осталось. Как и белье заведено в то время. Вот это... Он не в туалет ее потянет, а еще что. Я вас прошу услышать его. Потому что он прав, и вы правы. Вы защищаете ее, вы правы. А он не хочет есть зла, и он прав. Ну, я тогда между вами... И, а вы... У вас была... Вчера был сердечный приступ от этого. Именно от этого вы согласились? Ну, не от этого. У меня давно уже приступы эти. Нет, нет, нет. Она... Я прям вижу, она стоит между вами. Между вами. И вот так вот. Это нельзя. Когда он крючит, у меня сразу приступ. Вам надо ее либо отдать... Вот ему отдать. Я крючу. Я глухая. Уходишь до вас сильная. Ему надо ее отдать. Пусть воспитывает. Вам не надо в нее за нее... Полвека занимаюсь. Это мне Бог нам привезет. Он добрый. Он из нее сделает человека. Вот пусть я к нему и привезла, и что бы он сделал. Да, да, все правильно. Вы за нее не заступайтесь. Вот не заступайтесь. Вот что сделать, то есть... Ешь больше, спи дольше. У бабок еще больше нет. Ешь больше, спи дольше. Правда, правда. Молиться. Только молитва. Пока молитва. Когда в сердце кипит, молитвы нету. Там брызги летят. Неважно. А у меня вообще не кипит, неправда. Миша, она не понимает, что оговориться нельзя. Учитель же не позволяет ей власть от ее души. Он будет бороться за нее. Выполни вот это одно предложение. Ты тебя 50 лет прошло мимо. Все хорошо, правда. Все хорошо. Не уговаривай. Затем поедет, будут водой. Все, но врачи исследуют. У нее болезни нет. Это внутренний брак раздирает. Это неправда. Обследовали. Ну, остановись сейчас. Очень много соседей. Остановись. Остановись нельзя. Понимаешь? Ничего нельзя делать. Она не власть на этом. Народ раздирает. Молитвы нету. Есть гнев. Какое бы ни сделало мероприятие, все. Дверь за пираником и рядом соседка. Открыл ее сразу до резаной. Прям соседка, дом рядом. Прихожу, дверь у себя открытая, спит, рот раскрытый днем. Во-первых, не ложись, голова кружится. Дальше не заперто. Заходят люди, рядом пьяницы. Я виноват. Я уже сотни раз приходил, заставал. Видишь, сразу. А может ничего не надо? Рот, да не было такого. Не надо ничего говорить. Вы по мне что говорили. Мне Бог дал тебя довести до Царства Небесное. Я 50 лет тащу тебя на себе. У тебя ноги все парализовано. Ты ее взяла. А она бегает где? Она залезла, у меня там лук растет. Все потоптала, как лошадь. А зачем она туда? Качели садиться на что? Она ногами грязными залезла и песком засыпала. Она видит, она ее не видит. А как она будет ее видеть? Она должна только радоваться. Я с ней сейчас занимаюсь. Я ей подсказал. У меня целый план составленный. Как завтра быть? Она не должна знать. Она должна воспринять это на полном серьезе, а ей не охота. И она начнет проситься, и тогда даст обещание. Я с ней выжму вот так. Что ты обещаешься при первом нарушении обещания. Тебя отвезут опять домой. У нее плана-то нет. А у меня план, у меня целая режиссура. А это ничего нет. Уберем. А если не начнет проситься? Все, это мой. Ничего не может здесь не справиться. Я не должен отруцать. У меня концовка должна закончиться тем, что она поняла по ней. По ее не будет. А под ее дудки, дядя, все пляшут. Она в храме стоять не может. Она рвется, бегает. Она бабка, ее держать не может. Я тогда вижу, она знает. Иди сюда. Она тогда у меня стоит, она борется, стоит, все нормально. Только я голову повернул, гляжу, никого уже нет. Она как живчик. Ну и страха нет. Страха. То от дороги ехала, видела как? То она отбирает у нее, то за нее, за твоей дочь. Там с разные стороны со спиной залезла. Я не могу даже глаза закрыть. Она переменила местами, и там маленько, хоть несколько минут. Я говорю, инстинкта самосохранения нету, однако. Нет, она не знает этого. А вы слышали, какая авария-то была на арест, машина шла? Да, да. Женщина. Мать-то она высвешила, машина ее замолотила. Нет, нет, в другой стороне. Так, мы все, закончили, мы уходим. До свидания. С Богом. С Богом. У меня все-таки опять к вам вопрос. Да. Можно ли попросить вас найти время, минутку, какие-то объяснения, попросить, когда вы рассказ сделали большой, яркий. Например, у меня вопрос немножко побольше про колено данного рассказать. Да. Вот. Есть ли у вас такие... Сколько тут будешь? Да, до конца. Ну то дождь, я креды тут выйду. А затем я тебе только глубей покажу, но больше у меня уже нет. Хорошо. Поняла? Это я тебе расскажу. Материал занимался 14 лет. То есть более полным материалом ты нигде не помнишь. Вот интересная тема, за колено. Что такое данного колена, как, почему оно воцарится, откуда это пришло. Откуда информация. Так. Ухожу. Так. Спать знаете где. Свободно. Желательно после еды 2 часа не ложиться. Да. Слушайте. После еды, как вы поняли, желательно 2 часа вертикально быть. Не ложиться. Потому что те клапаны, которые там в шелудочке, они пойдут все наоборот работать. Профессор, который в это... Как по-крусски кажется его... Элизара под кудровым саду. Откуда хвостик Элизара? Ну, который натягивает там ноги... Ну, я знаю аппарат Элизара. Ну, что? Откуда? Из какого аппарата? Воронича. И это с профессора оттуда же. И у него ассистентка такая. И у него так. Если больной не подчиняется, сразу выписывай домой. У него 100% из стеления желудка включилось. Он написал диссертацию в академию профессора. Вот так. Не ложиться. Потому что желудок наш не от знаний будет работать, от наполнения его. А еще лучше, когда у тебя не 2 часа, а 3 часа или больше. Никогда не ложиться. Ладно так. Еще не доживал уже лежит. И поэтому завтра, послезавтра, а тут... А нас лежишь, тромбоз, инсульт. Схоронили. Потому что вообще вам не нужен этот человек. Бог его убирает. Вот и весь сказ. В таком возрасте, и вот все время... Они даже видят... А мне все время вы дыраете. А где вы энергии берете? Сколько? Я этого не знаю. Я просто живу открытой жизнью, как есть. Вот она не слушается. Я в это время молюсь. Я, господи, не знаю выхода. И вдруг как картина раскрывается. На завтрашний день я выезжаю. Надо оставить вот так. Она должна сломить свое упрямство. Девчонка, это умная. Она считает книжки там уже, картинки. Каким образом... Я сказал, дверь должна быть закрыта, чтобы не было слышно. Они все открыли. Так вы пошли уже. Вы пошли, я почему я открыл дверь. Вы пошли уже домой. Я дверь от... Сейчас-то можно было закрыть в это время? Почему же так? А где она находится? Здесь? Там, в комнате. Она слышала все? Нет. Нет. Все нормально. Она слышала, все пропало. Режиссер оплачивает. Нет. Она сказала закрыть дверь, я даже не смотрю. А под разной причиной все-таки она будет открыта. В каком смысле? Все, уходим. С Бога. Давай мой аппарат, я его заряжать буду.